Всем приветики. Стою, значит, на кухне. С утра пришёл, собираюсь кушать. И вдруг слышу где-то, что скребётся. Смотрю, а у меня сидит жук-бронзовка. При том, что у меня сетки на окнах. Как он залетел? Может быть, на себе кто-то принёс. И он, типа, сполз. Ночь переночевал, а сейчас проснулся и начал ползать. Потому что он очень сильно жужжит. Если бы он ночью летал, 100% проснулись бы все. Потому что он очень жужжит сильно, как шмель, наверное. Даже, может, мощнее. Но при этом он не жалит. Так как шмель, он обычный, типа, жучок. Вот. Правда, он так заполз. Сейчас. Он так заполз и сложил голову, как будто бы спать собирается. Сейчас проснётся. У него даже голова согнута. Но если он начнёт жужжать, это будет жесть. Можно испугаться, когда он жужжит. Надо его в окошко на улицу выпустить. Бронзовочка. Он реально очень сильно жужжит. Раза в три громче, чем майский. Прямо реально громко. Вот он. Такая образовочка. Сейчас мы его посадим сюда. Он какой-то сонный. Что он вообще какой-то сонный? От его глазки, он ещё-то кусики сложил. Если не знаешь, что это за жук, вряд ли ты его возьмёшь в руки. Потому что он ещё жужжит очень сильно. Камера, конечно же, не передала бы силу его звука, если бы он сейчас полетел. Но в реале он прям очень сильно жужжит. Жук бронзовочка. Он весь такой, как бронзовый. Он зелёный, но его переливы отдают бронзой. Вон оно как бронзовое такое. Поэтому и называется бронзовка. Что он вроде как зелёный, но переливается бронзой. Он спать хочет. Надо его на улицу выкинуть в травку, пускай там спит. Или дома оставить. Но если он вдруг проснётся и начнёт жужжать, можно от неожиданности очень сильно испугаться. Ты сидишь такой где-нибудь, ешь, например, на кухне, и вдруг раз что-нибудь как зажужжит над тобой, так и тарелку перевернёшь от страха. Или, например, спишь, и он раз начал летать, и к тебе под ухо прилетает. Ну или над тобой просто прилетает. Так и от страха точно проснёшься ещё, и, не знаю, заикаться начнёшь. Такой жучок. Проснулся, всё, пополз. Всё, проснулся. Он какой-то сонный. Ну, вот он трёх и прополз и остановился. Хотя у меня появляются такие мысли. Может быть, он, ну, не сонный. Они же вроде как летом, наоборот, активные. Может, он голодный. Может быть, он просто здесь уже не один день сидит, а я только сейчас заметил, и он просто слабый, уставший, и еле двигается. Тогда ему надо покушать. Значит, надо точно на улицу выпускать, чтобы он там по травке поползал, покушал, набрался сил. Сразу прячет свои рожки. Боится. Пошли на ручки. Пошли на ручки. Пошли на ручки. Пошли на ручки. Вот он какой. Не знаю, мальчик это или девочка. Он так аккуратненько лапками нащупывает. Так аккуратненько лапочками так перебирает. Маленький такой. Наверное, это девочка. Потому что у них усики. Ну, у майских, если маленькие усики, значит, это девочка. А если большой, значит, это мальчик, чтобы типа усиками привлекать девочку. Обычно в природе мальчики немножко поярче, чтобы девочек привлекать. Ну, обычно, вроде так. Типа у них что-то такое красивое есть. Чтобы на них девочки засматривались. Хотя, по идее, наоборот, должно быть. Просто я вроде видел утку какую-то красивую. И мне сказали, что это мальчик. Типа он такой, чтобы типа на него внимание обращала самка. Так а тут, наверное... Ладно, пойду выпущу его. Он еще когда ползет, он так лапками, как такой массажик делает. Он чувствуется такое, что легкое. Как типа перышко такое. Нет, как... Как какой-то такой... Как сказать? Как будто бы... Спичкой по коже возят. Так вот оно. Аккуратненько так вот. Он думает, что по траве ползет? Ну, глазки какие. Он реально думает, что по траве ползет? Ну, для жучка это, естественно, среда трава. Смотрите, что... Вот у него и голова есть, и глаза, и рот, и живот. И, наверное, маленький мозг есть. Что-то он уже там соображает. Ладно, да. Вот он как-то оживился, как пополз по этим... По этим, по волосам. Думает, трава. Надо выпускать на травку. Ну, такая вот бронзовочка. Пойду выпускать. Он реально по волосам начал активнее бегать для него. Это... Как будто бы... Как будто бы... Ну, как будто бы выполз на... На природу. Он как лапами двигается. Ой. Блин, я распугался. Вдруг и зажужжал. Все, надо... Блин. Вот. Все, надо выпускать. Ожил.